Лёш, мы решили с августа. Значит, если ты хочешь эту свадьбу, значит, мы постараемся сделать всё, чтобы она была в августе. Хорошо, если мы не успеем до августа, то что тогда? Мы всё успеем. Мы всё не успеем. Значит, она будет в следующем году. То есть ты готова ждать ещё год потом? Слушай, я... Подожди, а почему такой принципиальный момент именно в августе? Потому что мы договаривались с нами. Ну хорошо, договорились, но если вдруг не получится, что за принципиальный момент в августе? Потому что я вижу расхлябанность в своём желании. Май, блин, у меня за неделю всякая фигня случилась. Ты что, гонишь? Не надо кричать. Нет, ты что, гонишь, что ли? Ты видишь, расхлябанность. У меня каждую неделю какая-то ерунда. То операция, то, блин, ещё как-то случаются какие-то проблемы. Точно. Тоже ты что, гонишь, что ли? У меня что, не день, то проблема, блин, которая связана с какими-то там моими ситуациями. Расхлябанность. Как ты думаешь, какой должен быть? Всё должно быть круто? Ну, мне кажется, ты видишь моё состояние, что оно не очень хорошее. Да, я пытаюсь поэтому с тобой поговорить, но ты не готов со мной. Ну, блин, не готов. Ты и так всё понимаешь, что и так всё не очень хорошо. Можно меня просто немножечко не трогать. Я тебя не трогаю. А что ты говоришь, либо август, либо через год? Может, тут реально какие-то знаки есть? Ну что, знаки, что не надо жениться? Тогда я тебе говорю. Если ты видишь в этом знаке, что не надо жениться, тогда не надо. Почему знаки с моей стороны далеко происходят? Потому что я тебе объяснила. Когда мне человек делает что-то плохое, он потом за это отвечает с собой. Да ты что? Да. Ну, ты почему-то... У меня всегда в жизни так. Почему-то сколько мы за год ругались, то как бы, ну, с моим здоровьем... Шоф на руке. Слышишь, ты своё состояние вспомни, блин. Ты тоже мне... Я понимаю, я тебе ещё раз говорю. Ой, успокойся, я же это слушать не хочу. Ты что, сейчас? У меня всегда в жизни так, что если мне кто-то что-то плохое сделал... Ты что, ведьма, что ли? Потом он возвращается, да. Ты что, ведьма? Да. Может, ты меня вообще приколдовала, приворожила? Ну, получается, ты ведьма. Майя, что у вас было на тейте? Почему вы там сидели? Что, по ходу дела, всё против нас. Что? Вселенная против вас. Да, именно так Оля и сказала. Что Вселенная делает свои дела, и из-за того, что Лёша не хочет, Вселенная с ним соглашается, и тоже не хочет с вами, вот так, и Лёша. У меня каждый день какие-то проблемы, достаточно глобальные. А я? Это не мелочки. А я Лёша объяснила, что у меня есть такая фигня, что если мне кто-то что-то плохое делает, ему всегда всё возвращается на здоровье и так далее. Вот, он говорит, ты что, ведьма? Я говорю, ну да. И Лёшку купила, да, приворожила? А что вам мешает? Почему что-то происходит? Во-первых, смотри, раз. У меня за это закончилось 9 раз. Второй момент с документами. У меня нет этой бумаги, которая мне нужно сейчас куда-то мне не надо. Мне надо ехать по свойству. Потом персик. Потом у меня сейчас другая сюда, что ночью было. Каждый день реально какая-то фигнетень жесткая. И, ну как бы, я вообще маю говорю о том, что может мы даже не успеем подготовиться к албусу. Я говорю, если у тебя есть желание и стремление, ты проявляй не свою расхлябность, а свою заинтересованность в этом событии, и старайся сделать так, чтобы мы успели. Если хочешь. Короче, осталось такое. Если вдруг так получится, то появится еще какая-то ситуация, которая вам может помешать, но мне кажется, это уже звоночек. Я сказал вам, что это предложение было нашей истории. Мы, когда, в общем, снимали клип Вити и Тане, Лёша нам устал, рассказывал историю, сколько раз он тебе хотел сделать предложение. И все время отводится. Да, да, да. Можно пока нагреет, слышите. Слушайте, а может быть, судьба наоборот проверяет? И судьба хочет, чтобы у вас все было хорошо? Вот, я и сказала. И проверяет. Сможете вы преодолеть эти преграды? Я в принципе, у нас все отношения происходят с какими-то испытаниями. У нас постоянно какие-то проверки. Через терник звездам. Вот, через терник звездам. И, возможно, сейчас перед таким глобальным событием тоже какая-то, ну, вселенная дает вам какие-то проверки. Как вы через них пройдете? Я не хочу больше проверок. Я уже мазейки проведу. Но мне кажется, даже в ЗАГСе у вас что-то случится, когда я вам скажу, согласны ли вы, это ваш друг, упадет метеорит. Никитов, будет свадьба или нет? Свадьба будет. Ну все. Если Макс сказал, что будет свадьба, можно не паять. Нет, я сказала Лёшу так. Если он свадьбы не хочет, то это не надо. И если свадьбы не будет в августе, то она, значит, будет только в следующем году, а... А почему только в следующем году? Это для того, чтобы Лёша... Это для Лёши стимул. Если он хочет действительно на мне жениться, то постарается... Слушай, на самом деле, тебе открыть маленькую тайну. Вот эти ваши стимулы, вот что ты, что черной, это полный три дня. Если мужик хочет вам сделать предложение, он его сделает. А вот этими стимулами вы как раз-таки только оттянете этот момент. Другой вопрос, а серьезно? Он мне сразу говорит, ты что, от меня уйдешь? Я говорю, ну, если наши отношения... Мне просто страшно, что я выйду сейчас с дома, и мне... Ну, это вред, Лёш. Просто, если ты не хочешь, как бы, пока поторопился, ты так и скажи. А скидывать все на какие-то приметы, это полная чушь. Нет, смотри, я скажу так. Я не говорю, что я не хочу, потому что для меня свадьба, она, ну, не перевернет мою жизнь с ног до головы. Да, это новый этап наших отношений, это более все серьезно. Но по сути, мы так, ну, вот сейчас парень-девушка, будем просто сидеть за этим словом мужа-жена. По сути, по сути, глобального ничего не изменится. Я этого не боюсь. Но мне этот новый этап нужен. И если этого этапа не будет, то, значит, ты ошибаешься. Это для тебя так, ты ошибаешься. Это узел. Понимаешь, это такое понятие узы брака. Вы начинаете связываться. Это совсем другая история. Говорит, ну, блин, в августе мы не успеем, а ты сделаешь, чтобы мы успели. В смысле? Здоровья, быстрый человек. Здоровья человека тебе. Не, Майк Офик, она меня гонит, говорит, пошел вон, говорит. Говорит, делай что-то. ЗАГС едет. Дети, порежу, еще тебе сделаю. Слышь, мы его еще швы не взросли. Мы его сейчас новых сделаем, если не поедем. Кроме, мне ничего делать не надо. Она ради свадьбы готова на все, даже пожертвовать здоровьем моим. Мне интересно, ты вообще как к брачному договору относишься? Что, больно? Что, врача? В своем уме? В смысле? Что такое, в смысле? Брачный контракт. Это что такое значит? Это свод правил, закон, грубо говоря, нашей семье, что если происходит что-то это, то значит... То есть, чтобы ты на мое не претендовала? Ну, то есть, если, например, ты мне изменил, все имущество твое, которое записано на тебя, переходит мне. Иди, знаешь... Ребята, ты должен найти свой брачный контракт? Не, я вообще-то всегда говорила, что у меня будет брачный контракт. Нет, я могу заключить только одиннадцатый брачный контракт. Это то, что мое, оно будет всегда моим. То, что твое, будет твое. А я считаю, что это правильно. Брачный контракт в наше время, это очень правильно. Единственное условие, это то, что, если мы заключаем брачный контракт, то, что да, то есть, у каждого, а каждый остается при своем. А после брача делится... Если ты не изменил, все твое имущество переходит мне. Ничто! Я согласен, только если ты хотя бы раз меня оскорбишь, то твое имущество... Оскорбление, это немножко разное. Это разные вещи. Мы возьмем юриста, сядем. И толковый договор составил... Майка сама, я сама юрист. Знакомого кого-то сядет. Лепа. Не понимаю, нас смотрелось? Маленький мальчик у нас был на проекте. Видел кто-нибудь, нет? Раскрыл махинацию. Вылезет туда. Я молчу. Брачный это... Это сегодня брачный договор, в этом ничего страшного нет. Меня уже укачивает. Как придумаешь какую-то ерунду. На тебе эту стенку. Бам. Пошли за вещами, ты брачный договор. За завещанием? Тебе фантазия? А ты не хочешь завещание написать? Завещание? Но не на тебя. Как не на меня? Я люблю. То, что это свадьба мое, то мое. Не. Ты на чужой этот роток не открывай роток. На чужой роток не накинешь платок, Леша. Это из-за того, что я слишком много нервничаю с тобой. Из-за этого аппендицита. Ты мне плохие вещи говоришь. Если бы я с тобой не нервничал, у меня бы не было аппендицита. Купи, у тебя все проблемы от того, что ты делаешь мне плохо. Все проблемы от того, что ты меня выводишь постоянно. Делаешь мне плохо, получаешь проблемы. Я всегда был самый спокойный, добрый, веселый. Все всегда говорили, какой идеальный парень. Получаешь проблемы. Все просто, я не знаю, просто. Все так мечтали о таком, как я. Каждая мечтала. И тут, блин, встретил тебя, которая испоганила мне мои нервы. Леша, закрой рот. Ты мне нервы испортила. Закрой рот. Сейчас закрою, кажется. Кажется. Зачем ты мне нервы портишь постоянно? Даже сейчас. Все, я теперь буду каждый день думать о том, что ты меня можешь где-то изменить. О, заходи, заходи. Не, она не спит, мы разговариваем. Сань, она подумала, что ты спишь. Я не сплю. Я обиделась. На что ты обиделась? На то, что ты меня изменишь. Ты будешь чермать, я измени. Измена черма считается? Какая ты сложная, просто. Да нет, Леша, я очень простая. Я просто хотела этим мрачным договором себя обезопасить. Ты что? Ты придуралась ко мне на ровном месте. Ты хочешь меня изменить? Все, пусть она к нам кто-то в гости придет и с тобой пообщается. У меня снова плохо. Ты мать, ты что? У меня там эти. Что, больно? Обалдела совсем? Вот и мне больно. У тебя больно, я сейчас тебя проштрыкаю отверткой пару раз. Как меня штрикнули. Посмотрим. Ты меня своими словами штрикнул. Какими, блин, словами ты чё? Что ты мне изменишь? Я не говорю, что я тебя изменю. Ты ненормальная? Жесть. Отставь от моих мозгов. Угомонись твои таланты. Ты будущий изменщик. Все, мне видишь, с тобой полежал, блин, и настроение не испортилось теперь. Только начал настроение быть хорошим. Как снова. Ты будущий изменщик. Ты ведьма вообще. Ну и что, если это правда? Что правда? Я никогда в жизни больше года не изменял. И никогда не изменишь? Нельзя быть уверенным. Ну вот поэтому я и говорю, что ты изменщик, блин. Пошел отсюда. Нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Все, дверь с обратной стороны. Я тоже думал, что у меня аппендицит не будет болеть. А утром просмотра забавляет. Две с обратной стороны. Выходи отсюда. Пошел вон. Пошел вон. Нельзя ни от чего быть застрахованным. Изменщик, пошел вон. Брачным договором ты не застраховываешься. Ты будущий изменщик, пошел вон. Ты брачным договором не спасешься от изменщик. Пошел нафиг, блин. Ты, по-моему, перенапрягся сейчас, да, когда игрушечку кидал? Мне просто нельзя напрягаться. Ну вот и вали отсюда все. Все. Запомни одно. Будущий изменщик. Уверенным нельзя быть ни в чем. Будущий изменщик. Потому что вот сейчас я могу выйти, а тут на меня асфальт на голову упадет, понимаешь? Ну это проблема, если асфальт на голову упадет. Мое главное условие. То, что все остаются при своем имуществе. При разводе? Ну да. То есть нет раздела? Нет раздела имущества. Есть твое. Там, не знаю, твоя квартира, еще что-то на твое, я не собираюсь претендовать. Есть мое, на которое ты тоже не собираешься претендовать. Но! Я надеюсь. Давай, можешь записывать. Ну вот. Каждое средство при своем, первое. Так, давай брачный. Давай я буду записывать одна. Давай. Иди сюда. Давай мне листочки. Сейчас я тебе как напишу. Так, персик остается со мной. Нет. Персик остается со мной. Нет. Персик, если вдруг что-то. А подожди, ты что-то со мной разводиться собралась, если вдруг что-то? Это не только при разводе. Ты мази не можешь. Это еще и для урегулирования наших с тобой семейных конфликтов. Мой пункт. При измене все нажитое тобой имущество переходит в меня. Ты что, меня развести решила? Подожди, а что, меня собираешься изменять? Ну, а ты что, собираешься отжать у меня все имущество? А ты собираешься меня изменить? Ну, знаешь, в жизни всякое случается. Чего?